Ну что ж, а мы продолжаем про Кубок Конфедерации и, наверное, вот как раз-таки и начнем обсуждать тему видеоповторов. То, о чем мы говорили долго, то, чего мы хотели, оно свершилось. Да, я считаю тоже, что это системы, технологии, которые показали, да, они совершенно точно будут определять все эти спорные моменты. И самое главное, что это делается оперативно и быстро. А вот это справедливо, когда там, допустим, ну на какие-то сантиметры там... Нет, нет, у меня вопрос такой, опять-таки, как человек, который играл в футболе на высочайшем уровне. Получается, что если арбитр поднял флажок ошибочно, то уже его момент нельзя пересмотреть. Ну, потому что идет свисток, игра остановлена, и все. Вот меня интересует, то есть, в принципе, со временем, я имею в виду сейчас офсайды, со временем, вероятно, судьи просто вообще не будут поднимать флажок, дабы, ну, перестраховываясь. Сейчас перестраховываясь, свисток дает уже позднее, да? Нет, ну, нет. Ты не понимаешь вопроса, я другого... Нобель, Нобель, вот такой имеет место быть. Вот смотрите, конечно, сейчас, сейчас арбитр не поднимает флажок, момент доигрывается, гол, потом смотрит на повторе, был абсолютно не был. Если же арбитр поднял флажок и ошибся, к этому моменту уже свисток, играю в обратные ворота, уже нельзя момент вернуть на 20 секунд обратно. Понимаешь, о чем я говорю? Да, конечно. Игорь не понял, вы поняли самое главное? Да, я понял, я понял этот момент. Дело в том, что если... То есть, получается, со временем... Да, если судья поднял флажок и ошибся, а вне игры не было, да? Так, ну что... Момент уже не переиграет, все. Да, момент уже не переиграет, что идет свисток, останавливается. Так главный может свистнуть, а может не свистнуть. Игра-то останавливается по свистку. Игорь, при чем здесь это? Ты не понимаешь, о чем мы говорим. Я понимаю, смотря где этот момент был. Опять-таки, да? Хорошо, и есть момент с оффсайдом. Сейчас еще раз. Да, хорошо. Игроки останавливаются по свистку, а не по взмаху флага. Нобель. Да я о другом Игоре говорю. Нобель. Можно я Игоря объясню? Я понимаю. Вы понимаете, что я говорю? Я понимаю. Это проблема? Это проблема, если вот эти судьи, которые сидят и смотрят видеоассистенты, они могут судье, предположим, если боковой поднял флажок и ошибся, они могут по радиосвязи сказать судье. Это уже другой вопрос. Им нужно время, чтобы посмотреть повтор этого момента, правда? Да. Когда они успеют сказать судье, что не поднимают флажок. Вот ты понял, в чем проблема? Вот это проблема, да. То есть, получается, со временем каждый судья будет бояться поднять флажок, вдруг у нас же ошибся. И будут, да, и будут поднимать только наверняка. Ну, те, которые даже будут видно из космоса. А вот в спорных моментах, да, могут... Да не спорных, любых уже, получается. Даже пограничных таких совсем уж. Ну, да. Но перестраховываются будут стоять. Да, и получается, в любой момент они будут доигрывать до конца, и потом судьи будут смотреть и понимать, был авсад, не был авсад. Но, Нобель, значит, Нобель, в целом, в целом эта система... Вас устраивает? Да, устраивает. Но вот такие тонкости и моменты, сто процентов они будут обсуждаться и корректироваться. Дьявол в деталях, вы же понимаете, как специалист. Дьявол в деталях. Согласен, Игорь? Да. Ну, я, например, все равно за, скорее. Я тоже за. Да, а вот эти нюансы, нюансы, здесь будут искать какие-то решения. Я пока анализирую ваши разрешения. Мне интересно пока ситуацию изучить. Мне нужно больше времени, чтобы понять. Во всяком случае, вот то, о чем ты сказал, да, оно действительно может быть на самом деле. Да, это, конечно, может быть. Но это понятный факт. Это уже медицинский факт. Ну, это то же самое можно говорить, допустим, там, эпизоды, когда раньше там мяч, да, выскакивал из ворот, шла обратная атака, там, и забивали гол, да. Нет. Хотя они там не определили взятие ворот. Игорь, это ты о чем сейчас говоришь? О том, что видеоповторы, как они будут влиять на игру, на дальнейшее, и вообще на судейство. Я вообще о другом говорил, Игорь. Не, смотри, о чем он говорил, Игорь. Вот смотри, судья ошибается, да, и дает вне игры. А вне игры не было, игрок выходит один на один, да. Да, главный судья свистит. Момент заигран, а вот те, которые, ну, судьи, которые на видео смотрят, да, им нужно время, чтобы определить, была ошибка или нет. А игра уже пошла, понимаешь? А не мы хоть возвращаемся. И что делать? Возвращаться назад? А как ты возвратишься? Не свистеть. Подожди, а как ты... Поэтому я и говорю, что не свистеть. Игорь, а как ты возвратишься назад, что ты выпустишь его один на один? Не свистеть. Не свистеть вообще. Ну, поэтому, Игорь, мы об этом уже обсуждали. Я вам про это и говорю, что свистку останавливается игра. Он просто не дает свисток, дает момент доиграть. Поэтому, Игорь, со временем будет ситуация, когда футбол вообще не будет поднимать офсайт. Потому что будут бояться, и все. Флажков, может быть, и не будет. По-твоему, получается, смотри, судья ошибочно поднимает флажок, да? Судья в поле не сместит, да? Ждет, когда закончится. Момент. Тогда он, получается, что боковой судья, получается, не нужен. Не нужен для аутов там и прочего.